Здравствуйте, Станислав Алексеевич! В декабре принято подводить итоги уходящего года. Какие значимые идеи и проекты были вами сделаны в этом году? Здравствуйте, уважаемые земляки! В преддверии столетия заповедной системы России 2017 года, который объявлен указом президента Российской Федерации годом особо охраняемых природных территорий, заповедник в 2017 году готовился к празднованию столетия. Как всем известно, 11 января 1917 года в России был создан первый заповедник с названием «Баргузинский» для охраны Баргузинского Соболя. С этого момента заповедная система России начинает свой отчёт. В преддверии года особо охраняемых природных территорий заповедник Ненецкий, наш коллектив, осуществлял ряд мероприятий, общие мероприятия — это охрана заповедника, научные исследования, волонтёрская работа, эколого-просветительская деятельность. Такие значимые события в 2016 году — это, конечно, приезд к нам группы проектировщиков из Норвегии, орнитологическое бюро «Биотоп». В общем-то, они проектировали и готовили места под пункты наблюдения за птицами. Где будет находиться этот пункт, и когда непосредственно начнётся строительство? Ну вот, в летний сезон по территории заповедника было обследовано несколько ключевых точек для строительства этих наблюдательных пунктов. Основные пункты выбраны на островных участках территории заповедника — это остров Чаечий, остров Санёв, ну и ряд других точек. В этом году будет представлена им проектная документация, и, в принципе, если мы примем, так сказать, их предложение, то в следующем году планируется уже начать строительство данных наблюдательных пунктов. А какие у вас планы на эти наблюдательные пункты? Для чего они необходимы округу? Ну, в первую очередь, это наблюдение за птицами. Территория заповедника — это водно-болотное угодье, где обитают в большом количестве водные, околоводные птицы, хищники. Люди в настоящее время проявляют большой интерес, так называемый хобби у многих — это бёрд-вотчинг, наблюдение за птицами, фотографирование птиц для, так сказать, познавательных целей, для научных целей. То есть будет развиваться так называемый экологический туризм? Да, потихоньку экологический туризм будет развиваться. Но чтобы он, так сказать, проходил в нормальных условиях, нужно создать инфраструктуру определённую для этого туризма. Также мы знаем, что в этом году приезжала гостья и исследователь из Англии. Тоже у него очень интересный проект. Расскажите о нём поподробнее. Да, этот проект начался, в общем-то, ещё, может быть, год назад. Предварительно в 2015 году Саша Денч, исследователь Малого Лебедя, так сказать, нас посвятила свою идею пролететь на параплане по маршруту миграции Малого Тундрового Лебедя. Нам эта идея, конечно, первоначально казалась не совсем, так сказать, реальной. Да, но в этом году этот проект осуществился. Заповедник Ненецкий с участием, так сказать, и турфирмы «Красный город», и при поддержке Союза оленеводов Владислава Учейского, в принципе, осуществляли данный проект, помогали нашим британским коллегам в этом проекте. И чем он завершился? В принципе, полёт прошёл по плану, может быть, с некоторым опозданием. То есть Саша Денч осуществил полёт, стартуя из заповедника Ненецкий, по маршруту Малого Тундрового Лебедя. Какие итоги были сделаны, и как это повлияло непосредственно на популяцию Малого Лебедя? Ну, здесь, может быть, само мероприятие на популяцию прямого влияния не имело, но по маршруту Саша Денч проводила встречи с местным населением, с охотниками, со школьниками, пропагандировала, так сказать, охрану этого вида. Вид занесён в Красную книгу, поэтому как бы нуждается в особой охране, в особом внимании. И то есть в основном этот перелёт был, это популяризация охраны Малого Тундрового Лебедя. Также мы знаем, что в этом году на территории округа начали разрабатывать экологические тропы. Вот какая работа в этом направлении ведётся и что уже достигнуто? Действительно, в 2016 году наши коллеги из экоцентра заповедники, это город Москва, посетили нашу территорию по нашей заявке с целью разработки экологической тропы на полуострове Костяной Нос. Во-первых, они были поражены нашей природой, нашими видами, обилием птиц. И совместно с нашими коллегами из заповедника прошли по маршруту экологической тропы, расставили приоритеты, где какие мероприятия можно проводить на этой тропе, какие там указатели, аншлаги ставить, так сказать, на что обратить особое внимание. В настоящее время проект уже утверждён в Министерстве природных ресурсов, согласован, и в 2017 году мы будем его на практике воплощать, само строительство этой экологической тропы. А что там требуется, какая инфраструктура, чтобы вот эта тропа состоялась как полноценный туристический продукт? Во-первых, каждая территория уникальна в своей части. Наш заповедник, как я уже говорил, это обилие птиц, это тундровые ландшафты, это водные, водноболотные угодья. Поэтому каждый этап экотропы подразделён, так сказать, на определённые направления. То есть гости заповедника могут знакомиться с птицами, с животным миром, так сказать, с сихтефауной, с тундровой растительностью. И сам проект, он носит название «Босиком по тундре». Что, в общем-то, это было предварительно реализовано, когда у нас проходил семинар с коллегами из других особо охраняемых природных территорий. То есть уникальность этого проекта в том, что вы можете пройти по тундре босиком и ничего не случится, там действительно соответствующая поверхность земли и условия все созданы. Да, условия будут созданы, там необходимы небольшие технические, так сказать, постройки. Ну, это причал, настилы, места для отдыха, остановки для наблюдения за природой. Ну, все в этом проекте, так сказать, прописано. На кого вы, какая ваша целевая аудитория, для кого делается эта экологическая тропа? Кто может туда приезжать в качестве туристов? В принципе, в первую очередь мы делаем большой упор на школьников, молодежь. Ну, и, в принципе, если это люди, которые приезжают из других регионов, так сказать, познакомиться с нашими красотами и, в принципе, на категорию взрослых людей. А как туда добираться? Ну, актуально, что эта экотропа будет работать в летний период, поэтому это только водный транспорт. В этом году у вас была интересная волонтерская программа по очистке острова Матвеев от загрязнений, которые там остались со времени, когда действовал там маяк. Какие можете подвести итоги и насколько успешно, на ваш взгляд, прошла эта программа? Ну, будем говорить, что этот год, он как бы был таким экспериментальным в плане волонтерской программы по очистке острова Матвеев. В свое время на острове Матвеев был маячный комплекс, но он и сейчас существует. Постройки сам маяк, здания для проживания, технические здания, различные подсобные сооружения. В 90-е годы маяк был брошен, в общем-то, оттуда выехали люди практически, и под влиянием времени, погодных, климатических условий постройки начали разрушаться. Так как это территория заповедника, мы долго как бы думали, как, в общем-то, навести более-менее там нормальный порядок. И, в принципе, тут нам помогли, опять же, коллеги из турагентства «Красный город» Юрий Телебаев, Владислав Учейский. В общем-то, попробовали мы схему транспортировки на остров Матвеев. И, в общем-то, объявили волонтерскую программу по очистке. Программа работала у нас в летний период. Вот несколько, ну, где-то около десятка человек посетило этот остров, находились там, работали. Сами наши сотрудники заповедника благоустроили один из домов маячного комплекса для более-менее приемливого проживания. Волонтеры помогали также в этом деле. В общем-то, сейчас вот внешне как бы территория приведена, ну, в более-менее надлежащий вид. В следующем году будет продолжение проекта? Ну, пока мы еще как бы думаем. У нас следующий год, как я уже сказал, будет годом празднования столетия заповедной системы. Мы будем вовлечены очень во многие мероприятия, как на федеральном уровне, так и здесь, на местном уровне. Поэтому, как бы, будет нет у нас возможности реализовать, продолжить этот проект. Пока я не могу сказать. Ну, вот говоря о планах на следующий год, расскажите, что за мероприятия федеральные, в которых вы будете принимать участие? Ну, наверное, одним из таких массовых мероприятий — это марш парков, который ежегодно проходит. В рамках марша парков проводятся различные фестивали, конкурсы. В частности, наш заповедник будет проводить конкурс детских рисунков. Будет с Краеведческим музеем осуществлена передвижная выставка по населенным пунктам Нениско-автономного округа. Ну, и здесь хотел бы упомянуть, что в следующем, в 2017 году, будет небольшой юбилей нашего заповедника. Будет 20 лет, как учрежден заповедник Нениский. Он был образован в 1997 году, 18 декабря, постановлением правительства. Поэтому мы хотели бы организовать, ну, будет организована выставка на базе Краеведческого музея по деятельности заповедника по итогам 20-летия нашей деятельности. То есть у вас двойной юбилей, получается? У нас двойной юбилей, да. И еще надо не забыть, что следующий год — это год экологии, объявленный президентом России. Что планируется в рамках года экологии? Ну, я считаю, что, в общем-то, деятельность заповедника, она как раз это составляющая, ну, экологическая составляющая. Это охрана уникальных комплексов природных, сохранение, изучение редких видов, не только редких, вообще, которые обитают на нашей территории. Поэтому все мероприятия, в общем-то, которые в рамках года особо охраняемых природных территорий, это будет как составляющая и мероприятий, посвященных году экологии. А вот вы можете дать оценку, насколько изменилась природа Ненецкого округа вот с момента появления заповедника Ненецкий? Вот прошло 20 лет, как можно оценить эффективность работы заповедника, насколько поменялось? Ну, во-первых, большая территория, площадь заповедника 313 400 гектар, это, в общем-то, огромная территория, была исключена из хозяйственного оборота. За исключением традиционных видов хозяйственной деятельности, это оленеводство. То есть, по положению у нас оленеводство допускается. При этом на территории, территория заповедника затрагивала, так сказать, Кумжинское газоконденсатное месторождение. В 70-80-е годы там осуществлялась активная деятельность по геологоразведке. Пробурено очень много скважин. Ну, вот, хотел бы отметить, что на протяжении там 2013-2015 года мы попали в программу по очистке Арктики, по реабилитации территории. И в 2015 году было ликвидировано порядка 9 скважин, повторная ликвидация, чтобы не было выхода углеводородов на поверхность. То есть, территория заповедника на данных участках была очищена от металлолома, различного хозяйственного, строительного, мусора. Ну, в принципе, по научным исследованиям у нас стабильная численность как птиц, так и их теофауна более-менее в стабильном состоянии. Поэтому, как бы, вот, и мы считаем, что находимся в ключевой точке, это дельта реки Печоры, то есть мы являемся своеобразным резерватом водоплавающих птиц, их теофауны нашего региона. А есть какие-то акцентные направления, на которые стоит обратить внимание? То есть, допустим, сохранение популяции малого лебедя или там сохранение ценных пород рыбы. Вот в каких направлениях сейчас критическая ситуация и нужно там поработать? Ну, в плане сохранения животного, биологического разнообразия. Ну, в принципе, у нас как бы на территории заповедника мы вот критической ситуации не оцениваем. Хотя, вот, британские наши коллеги говорят, что все меньше у них почему-то на зимовках, так сказать, малого тундрового лебедя. Но год на год, как говорится, не приходится. Вот, допустим, вот этот сезон, весна, была ранняя теплая весна, то есть птица, она может мигрировать на места гнездовья далее, уходить на восток. И, допустим, в одно время вроде численность больше, в другой год меньше. Тут, наверное, необходимо еще отметить, в общем-то, что сейчас особое внимание уделено изучению и охране Атлантического моржа, который занесен также в Красную книгу Российской Федерации, книгу Международного союза охраны природы. У нас на территории заповедника на острове Матвеев ежегодно отмечаются до нескольких сот особей Атлантического моржа на залежке. И, в принципе, мы вот совместно с компаниями «Газпромнефтьшельф», «Роснефтьшельф», «Арктика» проводим мониторинг с состоянием Атлантического моржа. На них датчики, да, были прикреплены? Да. По соглашению с Советом по морским млекопитающим работаем, так сказать, на территории как заповедника. Они работают на территории острова Вайгач, это второе крупное лещбище на территории Нинецкого округа. Они устанавливают датчики для наблюдения за миграциями, передвижениями моржей. И, в принципе, вид довольно редкий, уникальный, и он как служит индикатором вообще состояния шельфовой зоны наших арктических морей. А еще в этом году также были установлены датчики на лебедей, вот тоже, чтобы отслеживать пути их миграции. Какие здесь можно уже подводить итоги? Так, ну здесь у меня нет достоверной сейчас информации на настоящий момент. Тут надо с нашими, так сказать, научными сотрудниками пообщаться. Я думаю, может быть, в следующий раз расскажем. Ну и ежегодно вы проводите много мероприятий с жителями округа, такие как День моржа, проводы медведя в спячку и, наоборот, встречи его весной. Насколько вот эти мероприятия меняют экологическое сознание, поведение людей? Стали ли они лучше и добрее относиться к природе? Я думаю, что, в общем-то, вот этот процесс экологического просвещения населения, различные мероприятия, да, в общем-то, от года к году, в общем-то, участников данных мероприятий становится все больше и больше. Если раньше, допустим, ну как-то, допустим, какие-то школы, там детские сады принимали участие, вроде бы, целенаправленно, то сейчас уже на данные мероприятия люди приходят с семьями, с друзьями, с родственниками, и, в общем-то, от года к году наблюдается интерес к природе нашего округа, к этим мероприятиям. Поэтому я думаю, что мы потихоньку, ну, так сказать, оттачиваем в умах людей, в общем-то, бережное отношение к нашей природе. У вас в этом году появилось два оленя в заповеднике, да? Нет, это не у нас, это в турцентре. А, в турцентре. А вот у вас планируется расширение, помимо вот медведя, еще животных туда других? Нет, у нас пока не планируется, потому что, в принципе, нам сейчас вот необходимо, так сказать, обустроить, ну, свою территорию в плане охраны, то есть закончить строительство изгородей, в общем-то, наладить более-менее нормальную охрану, видеофиксацию, вот. Вот, и на территории здесь, чтобы, ну, в шаговой доступности лучше, так сказать, популяризировать нашу деятельность, показывать, тоже проектируется небольшая мини-экологическая тропа в районе, где находится, проживает медведь. Вот. В этом году, вот, на закрытии сезона посещения медведя, уже некоторые элементы экологической тропы были опробованы. Кто был на этом мероприятии, всем, в общем-то, наши идеи, задумки понравились. Ну, я думаю, что мы будем дальше развивать, продолжать в этом направлении. А что на себя включает экологическая тропа? Экологическая тропа здесь, в районе Медведя, она также, как бы, рассказывает о нашей деятельности, о, допустим, ну, понятно, что она целенаправленно посвящена жизнедеятельности медведей, бурых медведей. Ну, вот, с этим связаны различные конкурсы. Потом, так сказать, что тут еще можно отметить, это экспозиции, различный наглядный материал, детские игровые, ролевые игры там. А что касается волонтерской программы, ежегодно летом вы приглашаете волонтеров, вот, в этом году, помимо «Острова Матвеев», где они еще работали? Ну, у нас, будем говорить, еще, наверное, мы затрагиваем ряд студентов, которые хотят пройти практику на базе нашего заповедника. В принципе, они также оказывают посильную помощь в научных работах, в кольцеваниях птиц, занимаемся вот кольцеванием воробьиных. В конце июля, начале августа занимаемся кольцеванием гусей, лебедей. Вот, кто-то изучает, изучает проблемы, так сказать, Кумжинской аварии. Вот, в этом году, сейчас вот пришло буквально благодарственное письмо от студентки, которая проходила в 2013 году практику, она защитила кандидатскую диссертацию по вопросам аварии на Кумжинском месторождении. Интересно. Вот мы знаем то, что недавно в Сочи прошла международная конференция «Заповедное дело. Итоги столетия». И от заповедника Нинецкий принимал участие сотрудник. Да, Юлия Андреевна Леонова, она приняла участие, вот она должна сегодня-завтра, так сказать, вернуться с этой конференции. Я думаю, она более подробно расскажет, но, так сказать, деятельность, работа этой конференции была разделена на различные секции. Это научная, эколого-просветительская, охрана территории, популяризация, в общем-то, несколько секций работала. И, в принципе, пока вот то, что у меня информация, что на нашей страничке на Фейсбуке наше заповедное дело освещалось, в общем-то, вкратце могу сказать, что участников было очень много желающих. Были из ближнего зарубежья, с дальнего зарубежья, представители многих особо охраняемых природных территорий. Ну, во-первых, на таких конференциях происходит, так сказать, непосредственный обмен опытом, какими-то интересными наработками, принимают всегда участие наши непосредственные кураторы, сотрудники Министерства природных ресурсов, дают какие-то, так сказать, наказы, в общем-то, пожелания в нашей деятельности. В общем-то, такие конференции, они имеют большой положительный опыт. А что вот касается социальных сетей, насколько вы активно там работаете, и вот обратная связь с жителями есть у вас? Так, ну, в принципе, как я уже упомянул, что на Фейсбуке есть страничка «Наше заповедное дело», где наш заповедник также представлен, в общем-то, наши коллеги постоянно выходят на связь, как между собой, так и с жителями, если какие-то есть интересные моменты, вопросы там или мероприятия. Поэтому как бы освещаем вот деятельность, в том числе и в соцсетях. И где можно узнавать о ваших предстоящих мероприятиях жителям округа, которые захотят в них участвовать? Ну, я думаю, что, в общем-то, мы непосредственно работаем с нашими, так сказать, и средствами массовой информации. Сейчас мы планируем обновить, ну, страничку, не страничку, а наш сайт заповедника. В общем-то, на сайте заповедника можно узнать информацию, ну, и на страничке Фейсбук. А к Новому году что будете готовить? Ну, в принципе, у нас сейчас пора такая, это подвинение итогов, это, так сказать, подготовка научных отчетов, камеральная обработка их, так сказать, планирование мероприятий на 2017 год уже непосредственно. Не только, так сказать, в делах, но и в цифрах. Надо и в денежном эквиваленте все это представить. Поэтому у нас вот такая вот сейчас работа. Ну, и что, в принципе, это, как и постоянно, у нас проходит охрана территории заповедника. То есть буквально вчера вот осуществлен выезд нашими сотрудниками на территорию, так сказать, с целью ее охраны, соблюдения установленного режима заповедника. Спасибо, Станислав Алексеевич, что пришли к нам в студию. Я напомню, что у нас в гостях был директор заповедника Неницкий Станислав Золотой. И говорили мы о подведении итогов работы заповедника Неницкий в 2016 году и планах на 2017 год. Это актуальное интервью. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok